Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня у нас, как всегда, будет ежедневный влог. Ну и о чем я хотела сегодня с вами поговорить? Во-первых, я хочу всех-всех своих зрителей поблагодарить за то, что вы прислали какие-то свои советы по поводу предыдущего видео. Кто его не видел, ссылочка будет в описании. Многие зрители очень аккуратно написали, высказали. Понятно, что вы не хотите обидеть, но высказали все свое мнение. И я вам за это очень-очень благодарна. Мне был интересен именно взгляд со стороны, потому что, когда ты себя видишь каждый день, у тебя взгляд замыливается. И более того, когда ты меряешь одежду в магазине, ты тоже не всегда видишь, что тебе идет, что не идет. Вот именно необходим взгляд извне. В объекты, когда монтируешь видео, ты смотришь на себя уже совершенно... ты смотришь на себя уже как зритель в том числе, и ты уже видишь ошибки, которые ты совершаешь в магазине. Поэтому многим уже советовала и советую, когда делаете какие-то покупки, если вы такие же, как и я, и тоже не понимаете, идет вам вещь или не идет, то сфотографировать себя или еще лучше снять и посмотреть на себя со стороны. Поэтому я абсолютно ни на кого не обижаюсь. Я понимаю, что все мы разные, у всех разные вкусы, но в любом случае какое-то общее мнение, да, оно в этих комментариях присутствует. И, конечно же, я к этому прислушиваюсь и вас благодарю за это. И хотела с вами обсудить вот такую тему. Подписана я на нашего историка моды, на эксперта в области моды, Александр Васильев его зовут, Ваня сразу же интересуется, кто это. И вот, в общем-то, в Инстаграме я сегодня прочитала у него вот такой пост. Хочу вам его... Ой, хочу вам... Мама пришла. Ой, мам, не удаляй, не удаляй, не удаляй. Вот что значит, я не умею пользоваться айфоном. Ваня, ну подожди, где первое? Вот в айфоне совершенно все другое, не так, как на... Не так, как на амброиде, да. В общем, пост такой. Я, может быть, еще, кстати, вставку попробую сделать, если он его не удалил, потому что я себе его сохранила. О хорошем вкусе по многочисленным просьбам. Хороший вкус в каком-то смысле похож на музыкальный слух. Есть люди, которые появились на свет без слуха. И сколько бы родителей не заплатили за занятия в музыкальной школе, за уроки частных педагогов, за спевки в хоре, выдающиеся исполнители, виртуозов, из этих детей все равно не получится. Самое большее, на что они будут годиться, это стоять в третьем ряду в хоре. То же самое и со вкусом. Есть люди, родились в семье, лишенные художественных традиций, всю жизнь сидели на пластмассовой мебели, смотрели телевизор, не читали книг, не ходили в музеи, а слушали дурацкую музыку в исполнении никчемных современных артистов. Они навсегда останутся людьми без вкуса, которым нравится китч. И даже если они начнут усиленно с этим бороться, к примеру, пойдут в какую-нибудь школу моды, в корне ничего не сумеют исправить. Смогут лишь научиться каким-то азаму, сводят законы, пропорции, приемлемые цветовые сочетания, приемы речи. Но по-настоящему научиться разговаривать, они, увы, не смогут никогда. Что же делать людям, которые тем не менее хотели бы привить себе хороший вкус? Думаю, ничего. Не надо во что бы то ни стало стремиться приобрести хороший вкус. Это глупо. Думаете, все обязаны вдруг стать прямо балеринами? Зачем? Каждый должен жить в том обществе, в котором он вырос. Это его питательная среда. А у нас сейчас очень много людей, которых мы во Франции называем словом парвеню. Парвеню – это те, кто хочет казаться потрясающим и уникальным, хотя ничего подобного из себя не представляет. Сколько раз в Москве я встречал… Ваня, переверни мне фото, пожалуйста. У меня бы я просто так на андроиде пальчиком сделал. Вот так просто. С лайком. Сколько раз в Москве я встречал приезжих людей, которых отличаю по акценту, по одежде. Всегда спрашиваю. Вы давно в столице? О, отвечают они. Уже два года. Я в Париже живу 36 лет. И то считаю, что это недавно. Не чувствую себя французом. Даже годы, проведенные там, его из меня не сделали. Конечно, я приобрел определенные манеры поведения, навыки речи, повседневные привычки. Но посади котенка в курятник, он петухом все равно не станет. Подумайте об этом. Такая же история и со вкусом. Золото на цыганке не делает ее шикарной дамой. Вот, в общем, понравился мне пост. Как-то в какой-то мере зацепил он меня. И хочу с вами обсудить эту тему. Как вы считаете, возможно, все-таки, не имея вкуса, привить его, занимаясь, рассматривая там какие-то луки, встречаясь с дизайнерами одежды, увлекаясь искусством, допустим, приобрести те навыки, которые вам необходимы. Или это все-таки действительно, как либо у тебя есть слух, либо у тебя нет слуха, понимаете? Я считаю, что слух все-таки можно развить, но действительно вот таким вот профессионалом своего дела вы вряд ли станете. Я вот не помню, какой-то, папа бы мне сейчас подсказал, один из великих режиссеров наших, его отдали в консерваторию учиться. Его там, в общем, все время как-то вот родители проталкивали туда, то есть он прилагал множество усилий для того, чтобы быть наравне с другими. А у других его сокурсников, особенно у его друзей, они тоже сейчас какие-то выдающиеся композиторы, у них были такие способности. И он понимал, что это вот не его, то есть вот он делает это все из последних сил, и все равно у него даже на 10% так не получается, насколько это хорошо получается у его товарищей. Но зато у него очень классно все вот получалось придумывать в режиссуре, то есть у него было образное мышление, он видел, как картинку преподать, что нужно сделать, и он стал действительно известным режиссером. Не могу вспомнить фамилию, не знаю, потом папу спрошу, подпишу. Вот, и я по поводу вот этого же, то есть, допустим, я родом из СССР, в том плане, что я родилась в 78-м году. Семья у нас жила скромно, экономно, и мало того, в магазинах тогда, допустим, ничего не было. То есть вот период моего юношества, взросления, он совпал с диким дефицитом в магазинах, когда невозможно было что-либо купить. То есть была какая-то универсальная одежда, и это, что называется, впиталось с молоком матери. Вот я сейчас ни в коем случае не оправдываюсь, и, допустим, мне нравится именно то, что мне нравится, потому что действительно я, возможно, это видела, сталкивалась с этим, и вот оно сформировалось под воздействием тех жизненных обстоятельств, в которых я жила. Сейчас уровень жизни изменился немного, но у вас не может сразу же появиться чувство вкуса, стиля, понимаете, недостаточно, допустим, просто иметь деньги для того, чтобы пойти и красиво одеться. Нет, вы можете пойти купить все самое дорогое, и будет это выглядеть нелепо со стороны, при том, что у вас будут и Диор, и Шанель, и Луи Виттон, и все это вместе взятое. Тем самым, кстати, передача, которую я частенько смотрю, Луи Вагон, когда показывают студентов, которые одеты очень дорого, но при этом безвкусно. То есть недостаточно иметь просто, допустим, деньги на одежду. Здесь, конечно же, нужно чувство вкуса. Ну, а то, что там, посмотрите, вот эти луки, которые предлагают стилисты, во-первых, сразу скажу, что большинство из них мне не нравится. Вот эти вот всякие мешковатые вещи, то, что показывают на неделях моды, допустим, я помню, смотрела какое-то такое видео, когда там прошлись сумочки на виде головы, я не помню, кто это представлял из дизайнеров. Ну, как бы, по мне это и не столь важно. Самое главное, чтобы вещь хорошо сидела, а, допустим, от дизайнера она или не от дизайнера, это не столь важно. Ну, вот хотелось бы просто услышать ваше мнение. Там такая дискуссия в комментариях у Васильева завязалась, что обозвали, в общем, Васильева с Нобом, что если мы не родились там в каком-то, допустим, высоком обществе, то это не значит, что мы не будем развиваться, стремиться к чему-то более высокому. Ну, и, Ваня, отойди, пожалуйста, от меня, а? Ну, что ты делаешь? Вот, видели? Поколение растет Apple. Я считаю, что это поколение Apple у меня, ребенок. Все дети, которые сейчас растут. Пишут, вот, есть, как всегда, поддерживающие, есть, как всегда, те, кто против. Я солидарна с Александром и несколько дней назад сама объясняла другу, что такое вкус на примере музыкального слуха. Речь не о снобизме, речь о том, что нужно развивать свои врожденные таланты и способности. Кто-то гениально пишет картины, кто-то гениально строит дома или выращивает хлеб. Почему фраза «у вас нет вкуса» воспринимается как оскорбление, а фраза «у вас нет способности к физике» абсолютно спокойна. Ведь, по большему счету, и то, и другое, поиск гармонии, когда внутри тебя что-то знает, что вот так правильно и гармонично, а вот так нет. Просто каждый ищет ее в своей области. И каждый может развивать себя так, как он считает нужным. И писать. И, в общем, ну, а есть, вот видите, пишут, что просто пышет снобизмом. Всему всегда надо учиться, 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 как говорил товарищ Ленин. Особенно вот это мы по Франции называем это парвеню. А кто это вы? В общем, и заклевали, и поддержали. У нас же, как всегда, люди. И вот мне понравился комментарий. А мне нравится. Я не имею хорошего вкуса. Что-то, что одевают окружающие меня люди, мне не нравится. Тогда я думаю, что так не оденусь. Большое значение имеет здоровье тела и души. Это и будет настоящей красотой человека. А остальное переходящее. Александр – красивый человек. Ну, в общем, кому интересно, страничку Александра Васильева, я думаю, что все найдут. Вот. И, в общем-то, ну, мне кажется, все-таки Васильев не в этом плане говорил, что там он хотел кого-то принизить или унизить, или оскорбить, либо еще что-то. Мне вот кажется, все-таки, с его стороны, это была такая подача, что либо дано, либо не дано. Понимаете? Я помню, еще в институте, когда я училась, то говорили. А мне кажется, что все люди пытаются, ну, не огорчить кого-то. И еще в те времена, когда я училась в институте, не помню, уже, по-моему, преподаватель по истории, у него любимая фраза была такая – «То, что дано Юпитеру, то не позволено быку». И мне всегда муж ругает, когда я начинаю вот так вот болтать. Он говорит, никому не нужна твоя болтология, кому она нужна, давай вот просто по-веселому, и никуда не нужно уходить ни в какие дебри. Поэтому сейчас я покажу Вам свои покупки, которые Вы меня просили показать, что же в итоге я купила себе в этом магазине. Ну, я не только себе купила, но еще и Ваня. Так что сейчас будет кратенький обзор моих покупок. Можно Вам скажу, что ты сейчас делаешь? Что ты сейчас делаешь? Переверну календарь на февраль. А, у нас же сегодня 1 февраля, а? Ну, да. Ну, наконец-таки начался последний месяц зимы, и совсем скоро не за горами март. Итак, в итоге показываю я все свои покупки. Все-таки я купила вот это платье с полоской, как его все и советовали. Мне оно очень понравилось, я не смогла пройти мимо. По поводу вот этой блузки многие писали, что там не понравилось, либо еще что-то, но это же летний вариант. На лето с какими-либо шортами, либо с капри, будет самое, что не найдешь, когда в Турцию поедешь. Я не удержалась, я купила вот эту вот блузку. Многие написали, что... Вот попробуйте снять видео с ребенком. Это, Ваня, тушь я такую купила для бровей. Да, вот такую вот тушь купила для бровей. Даже ее еще не распаковывалось. Да, она, видите, с 40-процентной скидкой была в Ривбош. Ты ее не смотрела? Ты можешь открутить, открутить, если ты мне такой любопытный. А то ты мне слова не дашь сказать. Откручивай. Ну, посмотрим, как она выглядит, раз тебе так интересно, что это такое. Что за шкодь? Ну, это штрих-код. Это чтобы не украли. Ну, чем нет, смотрите, взглядела. Ну, зрители посмотрят, раз ты это открываешь. Вот, видите, она какая удобная. Вот такая вот тушь для бровей я пользуюсь. Вот, в общем-то, купила Ване вот такую вот праздничную рубашку. Сейчас у нас у бабушки день рождения и у Вани день рождения. 15 февраля. И плюс у них еще будет выпускной в саду. Поэтому ему просто необходима рубашка. Вот такого плана классики. И бабушкин же скоро будет день рождения. Вот я и говорю, Вань, ты же слова не дашь сказать. Ты же не дашь слова сказать. Я и говорю, что у бабушки день рождения, у тебя день рождения. Потом 8 марта и выпускной в саду что будет. Просто необходима вот такая вот рубашечка. Кстати, померя-ка ты мне ее, пожалуйста, дружочек. Можно на этой футболочке? Можно на футболку. Ты просто ее одень. Она наша рубашка. Ой, я упала на твое платье. Она, видите, вот здесь вот так вот сделана красиво, что пуговички... А, как это называется-то, забыла. Когда пуговички спрятаны. Ну, давай спросим, у Сири. Да нет, да не важно. Какая разница? Держи. Так, и купила ему вот такие брюки. Это Киаби магазин, если я правильно его произношу. Сеть. Сеть магазинов. Вот такие брюки стоили 1300. Это брюки такие классические. Все-таки это не джинсы вместе... Ну, такой вот праздничный вариант вместе с такой вот нарядной рубашкой. Потом по поводу вот этой блузки все писали там либо с юбкой, либо с брюками. Не знаю, почему все решили, что у меня нет классических брюк. У меня масса этих брюк, каких только никаких. У меня платьев мало, а брюк у меня очень много. Вот они... Мам, смотри. Она маленькая, кажется. Нет, она не маленькая. Вот у меня прямые брюки. Сейчас я вам их померю. Вот они прямые брюки. Юбки у меня разные. Просто в магазине нужно было с чем-то мерить. Я их мерила с теми брюками. Разумеется, я те брюки не взяла, потому что у меня их действительно много. Но я их мерила, они мне просто понравились. И под них мне было интересно посмотреть. Так, вот так вот. Ваня, правда, ее одел на футболку, на свою. Таким образом смотрится. Рукав можно закатать, он голубой. Но я что хочу сказать. Обратите внимание, если кто-то будет в Киабе покупать. Вот это вот размер... 138-143 рост. А у Вани рост пока что вот. Но 134 я ему все на 140 беру. И вот рубашка ему только-только вот сейчас в самый раз. Ваня, рубашки так не снимают. Вот таким вот образом. Под туфли, разумеется. Под брюки прямого кроя. Разумеется, у меня таких брюк много. У меня каких только никаких. Просто другое дело, что любимые брюки у меня, это, конечно же, прямые. В смысле, не прямые, а в обтяжку. А вот так вот, с такими вот прямыми, широкими брюками снизу. Вот таким вот образом смотрится эта блузка. Не смогла я пройти мимо. Я считаю, что сейчас за 2000 это отличная цена для блузки. Вот таким вот образом все это выглядит с юбкой. Юбка это обычная, прямая. Юбка-карандаш. С каблуками, разумеется. Вот так вот на какое-то торжество пойти, если тебя пригласят. В общем, очень мне понравился вот такой вот вариант с красной блузкой. На лето это может быть более легкая юбка к такой блузке. Ну, а сейчас вот таким вот образом. Кстати, кто считает, что колготки должны быть телесного цвета, телесного цвета колготки не люблю. Всегда покупаю черного цвета колготки. Нравится, не нравится, но мне нравится черного. Ну и последний вариант с джинсами. С джинсами просто темно-синие джинсы. Немного расширенные они к низу. Таким вот образом все это смотрится. Можно, конечно, заправить. Таким вот образом сейчас многие носят. Можно сюда ремень добавить. Ну, в общем, конечно, с юбкой это самый оптимальный вариант. Но придумать, как это носить, великое множество вариантов, потому что вещей у меня действительно много. Просто вот хотелось именно вот что-то такое праздничное. Потому что праздничные, знаете, они обычно однодневные варианты. Отдавать игрушку будешь? Субтитры создавал DimaTorzok Дашка-красотка. А Дашка-красотка у нас. Ух ты, красотка, злая еще. Ты еще злая красотка. А ты почему меня хочешь укусить? Ты меня за что хочешь укусить? Я тебе что сделала плохого? Скажи, я тебя нежно кусаю, да? Нежно я тебя кусаю. Я тебе не причиню, скажи, плохого ничего, да? Ах ты какая. Ну и я хочу сказать, что это наша жизнь. Она состоит вся из спадов, подъемов. Когда-то бывает лучше, когда-то бывает хуже, бывает абсолютно по-разному. И вещей должно быть много у каждой женщины. Выбор должен быть большой. И сочетание вещей может быть абсолютно разным. Конечно же, правильно все писали. И с кроссовками, и с туфлями. И одна и та же вещь, она совершенно по-другому будет смотреться. Но я не являюсь экспертом моды. Я всегда покупаю то, что мне нравится. Не потому что оно модно или популярно, а потому что оно мне либо нравится, либо не нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как покупаете одежду вы. Потому что она вам нравится, потому что вы можете ее купить, потому что вам денег хватает на эту одежду. Кстати, в комментариях сегодня было такое еще мнение, что, конечно, мы бы все одевались как красавицы. Именно многие стремятся попасть на модный приговор, потому что там оденут как принцессу. Но у нас у многих, разумеется же, женщины ограниченные бюджеты, и не все могут себе позволить какие-то дорогие вещи. Что касается меня, то мне больше всего нравятся какие-то турецкие вещи. Я не знаю почему. То ли лекала у них такое вот. Ну, для меня, для моей фигуры они подходят больше. Допустим, в таких магазинах, как Zara, Mango, Bershka, Stradivarius. Ну, в общем, вот все фирмы масс-маркета, которые представлены обычно в крупных торговых центрах. Я там себе очень редко что-то могу найти, какие-то вещи. В общем, в основном я беру вещи, турецкие вещи, которые представлены в каких-то маленьких павильончиках, либо какие-то небольшие фирмы, которые занимаются поставкой вещей из Турции. Вот большинство моих вещей, они все в Турции. Джинсы все турецкие я стараюсь брать, ну, потому что мне они нравятся по своему качеству, по своему составу, по своему лекалу. Потому что сейчас очень много джинсов либо с совсем завышенной талией, знаете, когда вот такая вот попка, как арбуз, и вот здесь должна быть тонкая талия, но не у всех так, а многие в этом ходят, и мне, допустим, это совершенно не нравится, хотя это модно и популярно, там, у девчонок, да, у тинейджеров. Я не тинейджер. Либо какие-то джинсы, вот эти вот скини с очень низкой посадкой, которые я тоже не люблю, и мне они, понятное дело, не идут, потому что у меня фигура не такая. В общем, что получается, то и покупаю. Ну, а всем, как всегда, огромное спасибо, что вы были со мной, что посмотрели это видео. Всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, и обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, пока-пока, пока-пока. Пока, человек, ими. Жми на поло, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Мы даже не знакомы, просто жми на поло. Субтитры сделал DimaTorzok